Здравствуйте, дорогие друзья! Слушайте, со мной сейчас произошел странный случай. Я вот, смотрите, мне привезли дрова, я их топором измельчаю. У меня вон есть циркулярка, есть пила, ну, то, что я могу топором, то я топором делаю. Я выбираю досточки для калиток отдельно ставлю, речки всякие, помидорные палки, ну, все, что мне может пригодиться. Вот это тоже будущая калитка. Вон там досточки для стен каких-то, или забор, или чего-то. Тут много чего полезного есть, рейки замечательные есть. И вот я кучу времени провела, вот здесь топталась. А потом оглянулась, и лежит полотенце, и оно не затопрано, ничего. Откуда оно взялось? Я только что тут была, я по нему, я на него не наступала, хотя я вот тут вот. Откуда оно взялось? Оно грязное, вообще непонятно, как будто, ну, какого-то водителя, допустим. Ну, если б я его из этой кучи вытащила, я бы заметила. И почему оно такое без снега? Это я вот только что на него наступила, вот немножко снега на нем есть. Может быть, конечно, какая-то пролетающая птичка его уронила? Ну, вот больше я ничего не могу придумать, никакого объяснения более-менее правдоподобного. Ухтам, это не ты принёс? Вообще удивительно. Стаська, может, ты где-то нашла это? Ну, это не моё полотенце, у меня такого не было. Собаки, вроде, никуда не ходили, дома сидели. Вообще непонятно, я никак не могу понять. А птиц? Да птиц-то тоже нет особо. Вон, воробьи. Были какие-то чёрные птички, похожие на грачей или галок. Ну, и их нет сейчас. Я вообще ничего не понимаю. Если кто чё знает, вы мне, пожалуйста, напишите. Я вообще не понимаю, что это такое. Вот такая работа мне предстоит. Мне надо быстрее эту кучу убрать. Всё, что пойдёт на строительство, как бы прибрать. Выбрать и куда-то положить. Так, чтобы не пропадало. Чтобы было всё. Сохранился, чтобы материал не загнил. И это надо сделать быстрее, потому что мне надо сено привозить. И я его собираюсь здесь разгрузить. А вот что делать со снегом? Снега очень много. Убирать надо. Смотрите. Вот по жигулям вы можете понять, сколько снега. Скоро свалится с теплицей снег. И во дворе очень много снега. В этом году снега, как в 2010 году. А тогда у нас было наводнение большое. И мы на огороде делали такие, по которым ходить, такие мостки. Вот. Скоро прилетят скворцы. А пока что там в скворечниках вовсю хозяйничают воробьи. Вон они на самых концах веток берёзы сидят, чирикают. Довольные. Сегодня тепло. Градусов где-то 12, наверное. Ук-там довольный. Наелся. Я сварила. Такой вкусный суп. Такой вкусный. Ой. Вот. Ну тоже каждый день надо думать. Из чего варить. Всё. У меня кончился геркулес. Надо где-то добывать деньги. И покупать геркулес. Ну ладно, друзья. Не буду вас грузить своими задачами. Пойду дальше дрова калашматить. Ну а вы, если знаете, откуда могу прилететь это полотенце. Ну я просто удивлена. Просто удивлена до глубины души. Всего вам доброго желаю. Коротенькое видео сегодня. У меня много снятого материала. Это видео я даже монтировать не буду. Так прям выложу. У меня сейчас телефон очень плохо себя ведёт. И не получается на нём монтировать. Вот так снять, выложить я могу ещё. А монтировать ничего не могу. Потому что телефон у меня подыхает. А денег на новый нет. Ну вот, буду так выкручиваться пока, чтобы вы меня не забыли, не потеряли. Ну а ещё я на дзен выкладываю рассказы. Поскольку Ютуб не платит сейчас. Вообще. Вообще-вообще не платит. То в какие-то копейки платил ценчики небольшие, потому что иностранцы смотрели. А сейчас вообще не платит. Отключили монетизацию совсем. Поэтому я стараюсь развивать дзен. Но у меня там почему-то дела не клеятся. И у меня там всего лишь 16 подписчиков. А до монетизации там надо 100 подписчиков. И вот если бы мои подписчики поддержали меня, я была бы очень благодарна. И там я буду только рассказы выкладывать. Или такие видео, которые на Ютуб не пойдут. Так что повторения там не будет. Ну, а на этом я желаю вам всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует. Всем здоровья.